На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Елена Раянова. Вначале коротко об основных событиях вторника. Печальное событие. 8 марта скончался Олег Леонидович Перепелица. Выполнить три упражнения. Это змейка, параллельная парковка задним ходом и въезд в гараж задним ходом. Женщина за рулем. В Нефтьюганске выбрали королеву городских дорог. Адреналин зашкаливал. В Нефтьюганске впервые состоялся открытый кубок по зимнему мотокроссу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорбим и помним. Минувшие выходные для Нефтьюганска ознаменовались большой утратой. Ушел из жизни председатель городской общественной организации ветерана Чернобыля Олег Леонидович Перепелица. По итогам народного голосования он удостоился почетного звания персона года 2014. Однако награду газеты «Здравствуйте, нефтьюганцы!» получить так и не успел. Главный чернобылец Нефтьюганска Олег Перепелица сумел объединить жителей города, пострадавших в результате последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На момент создания ветеранской организации в городе проживали более 127 ликвидаторов. Сегодня их осталось меньше 40 человек. На протяжении 8 лет Олег Леонидович возглавлял местный исполком партии «Единая Россия», пользовался всеобщим уважением у горожан и внес значительный вклад в развитие Нефтьюганска. Олег Перепелица являлся кавалером Ордена Мужества. Эту госнаграду в свое время ему вручил президент Владимир Путин. Выразить соболезнования родным и близким по поводу скоропостижной кончины общественного деятеля можно будет 11 марта в культурном центре «Юность» с 11 до 13 часов дня. Плечо друга всегда помогало и помогает не только в тяжелых ситуациях, и в хороших тоже. Это всегда так было. Ну а, конечно, бесценный опыт, полученный в тот период, оно и всегда помогало по жизни. Бороться до конца и не сдаваться до самой последней минуты. В марте цены на иномарки поднялись почти на 10%, пишут «Известия». В основном повышение произошло в компаниях, которые производят автобизнес и люкс-класса. Разница в цене на некоторые модели составила миллион рублей. По мнению экспертов, пока ситуация не изменится. И заявление о массовом снижении цен в ряде автомобильных компаний – не более, чем рекламная уловка. Простая экономика в эфире. Правительство округа открыло 8 депозитных счетов в кредитных организациях на общую сумму 47 миллиардов рублей. Информация появилась на сайте Департамента финансов Югры. Прибыль получат уже скоро. Сроки размещения средств разнятся от 8 до 70 дней в зависимости от условий депозита. Процентные ставки варьируются от 14 до 15% годовых. Все депозиты открыты с 3 марта. Названия кредитных организаций не уточняются. Югорчанки смогут потратить часть материнского капитала на детский сад. Отметим, оплатить таким способом можно посещение не только государственного, но и частного дошкольного учреждения, которое прошло аккредитацию, сообщает прислужба губернатора Югры. Перечень необходимых документов практически идентичен списку на получение компенсации части затрат на оплату присмотра и ухода за ребенком в образовательном учреждении за счет собственных средств родителей. В Югре увеличили компенсацию на создание новых рабочих мест. Речь идет об организации временных трудовых мест, трудоустройства представителей коренных малочисленных народов Севера и выпускников учреждений профессионального образования. В частности, для последних размер компенсации вырастет с 11 до 16 тысяч рублей, сообщает прислужба губернатора Югры. Новые размеры компенсации позволят нарастить число свободных рабочих мест под потребности тех, кто давно нуждается в занятости или только что потерял работу. Подчеркнула Наталья Комарова. Праздничный экзамен. Госавтоинспекция Нефтьюганска в очередной раз провела конкурс для женщин за рулем. На автомобильном полигоне 9 участниц боролись за звание лучших. Анна Иванова участвует в таком конкурсе уже в третий раз. Более того, в прошлые года она уже была обладательницей первого и второго места. В этом году она закрепила свой результат, снова став победителем. А по поводу соревнований, как вы себя чувствуете? Наверное, уже уверена довольно? В любом случае, волнение, конечно, есть. Первый конкурс – визитка. Каждая участница старалась убедить судей, а это были сотрудники автоинспекции, что именно она достойна называться королевой городских дорог. В ходу были песни, стихотворения и танцы. Рафаэль работает в автошколе. Сегодня пришел поболеть за свою коллегу. Считает, что среди представительниц прекрасного пола много отличных водителей. Второй этап почти полностью повторяет экзамен, который сдают выпускники автошкол. Победа здесь зависела от того, насколько точно и уверенно конкурсантка выполняла каждое упражнение. Вам предложено будет на данном этапе выполнить три упражнения. Это «Змейка», параллельная парковка задним ходом и въезд в гараж задним ходом. В целом, по признанию Рашида Сунчелеева, который следил за прохождением испытаний, уровень водительских навыков среди участниц довольно высок. Они с легкостью справлялись с конкурсными заданиями, но случались и оплошности. Скорее всего, из-за волнения. С таким размахом конкурс «Королевы дорог нефте Уганска» прошел в первый раз. Положительные эмоции получили как участницы, так и зрители. Никита Чебыкин, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». В российских школах могут начать преподавание правил дорожного движения для пешеходов и ввести обязательный зачет по этому предмету, пишет газета «Известия». Предложение выделить часть часов, предназначенных для ОБЖ на изучение основ правил дорожного движения, направил министру образования Дмитрию Ливанову председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков. Он пояснил, что реалии современности требуют от каждого человека наличия знаний о правилах поведения на дороге, причем ответственность пешехода за нарушение ПДД регулярно усиливается. Прежде чем требовать от человека соблюдение правил, его необходимо этому научить, уверен Цветков. Логичнее всего делать это централизованным в учебных заведениях, считает глава комиссии. Жемчужина Югры не осталась в стороне от весенних мероприятий, посвященных всемирному женскому празднику. В стенах спорткомплекса прошла специальная акция для прекрасных дам. Специалисты салонов красоты и косметологи делились своими секретами с представительницами прекрасной половины. А тем, кто уже овладел этой наукой в совершенстве, представители свадебного салона открывали тайны идеальной свадьбы. Герои вечера, кошачьи персонажи не давали скучать ни маленьким, ни взрослым. Дорогие любимые наши посетители, мы настолько вас действительно любим, что отныне в стенах нашего учреждения ежемесячно для всех вас, больших и маленьких, взрослых и поменьше, будут проходить различные мероприятия. Детские аниматоры занимали малышей танцами и мини-боди-артом. Все желающие могли украсить свое лицо кошачьими усами, а шею – бусами из макарон. Не оставили без внимания и взрослых. Пока ребята разучивали африканские танцы, их мамы могли уделить внимание своей внешности. От всех мужчин жемчужиной игры пожелать счастья, любви, здоровья, чтобы вас всегда мужчины любили и носили на руках. Мужчинам здесь тоже скучать не давали. Для них устроили отдельный конкурс. Сильная половина составляла образ идеальной женщины. Победители стали обладателями бесплатных абонементов в аквапарк. Ставшие традиционными соревнования по мини-футболу на призы РН «Юганскнефтегаз» прошли накануне 8 марта в спортивном комплексе «Олимп». Своих мам порадовали четыре команды первоклассников. Для многих из них эти соревнования стали первыми. Первые минуты тайма и уже гол. Команда белых была настроена на победу решительно. Свой матч с желтыми они выиграли со счетом 5-0 и завоевали право сражаться за первое место. Старания мальчишек семьи восьми лет были посвящены любимым мамам и их празднику. Мы сегодня с вами вместе должны подарить нашу маму самый любимый подарок. Вы сегодня лучшие. Мы вас любим. Потому что вы наша поддержка, вы наше стередление, вы наше будущее. Воспитанникам группы начальной подготовки нефтьюганской школы Олимпийского резерва «Спартак» еще целых два года расти до официальных первенств. А турнир – это шанс лучше подготовиться, закрепить правила и помериться силами со своими сверстниками. Вородырю можно только руками и ногами делать. А те, кто в поле, тем нельзя трогать руками. Больше всех переживают за будущих чемпионов родные. Мамы и бабушки, сестры и подруги с замиранием сердца ожидают забитого мяча. Громче всех хлопают в ладоши и всеми возможными силами поддерживают своих футболистов. Мы пришли сегодня на игру. Играет наш сын и его друзья. Они посвящают эту победу нам, мамам, бабушкам, сестрам, всем женщинам. Они так вот хотели поздравить всех женщин с 8 марта, подарить свои победы. Я пришла болеть за Максима. Я хочу пожелать ему победы и счастья в футболе. Я желаю всем женщинам, девочкам и тетенькам, чтобы у них был самый счастливый день – 8 марта. Все юные спортсмены играли с большим азартом, ведь каждый гол посвящался любимым болельщицам. Справедливые судьи решили разделить третье место между двумя командами. А спор за первое и второе места на последних минутах закончился ничьей. Елена Гайлиман, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». Ледяной адреналин в Нефтьюганске состоялись первые в истории города соревнования по зимнему мотокроссу. На базу нового аэропорта помимо наших команд прибыли мотоциклисты из Нягани, Сургута, Пытьяха и еще и шести муниципалитетов Югры. Всего в состязаниях приняли участие порядка 80 гонщиков от 11 до 45 лет. В эфире специальный репортаж. Решение проводить зимний мотокросс было принято по многим причинам. В первую очередь потому что теплый сезон у нас короткий и летний мотокросс не мог собрать большого количества зрителей. Дальше опять же в силу наших региональных особенностей начинается сезон отпусков и зрительский интерес здесь как-то немножко страдает. В отличие от летних зимние гонки было решено проводить не на привычном месте в районе Акапаса, а на территории нового аэропорта. Спуски и виражи подготовлены в соответствии с правилами мотоциклетного спорта с учетом безопасности гонщиков и зрителей. Привычные трамплины стали значительно ниже, а значит менее опасными. Большого смысла нет в этих горках, потому что это большие нагрузки на подвеску мотоцикла и риск вывести ее из строя на морозе кратно повышается. В летнее время естественно там такие ударные нагрузки на мотоциклы при более высоких температурах, они воспринимаются, сглаживаются более в щадящем режиме. Как известно, мотоцикл наиболее рискованный вид транспорта, особенно на скользкой дороге. Поэтому, как и на любых других соревнованиях, возле трассы дежурят две кареты скорой помощи. К примеру, сегодня один из участников получил травму и был срочно отправлен в больницу. Лично мы обслужили вызов. У нас мальчик 11 лет упал с мотоцикла, его сбили и переехал еще мотоцикл по колену. Ну, там, наверное, или хороший ушиб, перелом колена, увезли его на госпитализацию, снимочек в ЦБП. Ну, мальчик такой ничего. Говорит, будет еще заниматься, будет еще ездить. Гонки посвятили главному событию 2015 года – 70-летию победы Великой Отечественной войны. По этому случаю на соревнования был приглашен ветеран ВОВ Филипп Иванович Симаков, который неравнодушен к этому виду спорта. Главное отличие зимней трассы от летней – более жесткое полотно и повышенная скользкость. Для того, чтобы мотоциклы не вылетали с дороги и держались увереннее, спортсмены используют специальную резину с шипами, длина которых достигает 8 мм. Они и помогают выполнять вот такие маневры. Но стоит отметить, что даже на стартах случались неприятные моменты, способные, что называется, выбить из колеи. Участница летнего мотокросса Милена Галиулова после сегодняшних соревнований изменила свои предпочтения. Снежная трасса оказалась еще более экстремальной и манящей любителей адреналина. Это нереально круто и завораживающе. Мне более чем удалось обогнать тех мальчиков, которых я желала обогнать. Трасса очень хорошо подготовлена, тренера подсказывают вообще все идеально. В общем, гонка удалась. Количество зрителей не поражало воображение. Но зато те, кто пришел, болели, не боясь забраться на снежное ограждение, не жалея ни сил, ни голоса. Коля, давай, Коля! Быстрее, медленнее. Захватывающие гонки продолжались до последнего круга. В этот день все участники показали, на что они способны на снежных виражах. Отличились и хозяева соревнований. Золото в личной борьбе в категории 125 кубических сантиметров выиграл Александр Дегтярев. В открытом классе Николай Шишин. А в командном зачете наши спортсмены заняли третье почетное место. Второй этап соревнований запланирован на 14 марта. Он пройдет в Пытьяхе. Завершатся состязания 21 марта в Сургуте. Центр технических видов спорта приглашает зрителей активизироваться и поддержать своих на решающих этапах кубка. На этом все. Узнавайте о событиях города на телеканале Юганск. И делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.